Что? Да, давайте обойдёмся без грязных подробностей. Это было давно. Боимся обидеть другим. Мяу! Поглади меня, да. Та-та-та, вот уже здесь. Пожалуйста. Всем привет, мои пупсики. Вместе со мной сегодня обворожительно неповторимая, прекрасная, самая лучшая на всём белом свете. Я. Я. Спасибо. И сегодня мы с вами снимаем вторую часть. Было, не было. Первая часть на канале Асхватима. Вы можете перейти и посмотреть её версию этого блюда. Вопросы, конечно же, я взяла из своего инстаграма. Ну, конечно же, откуда ещё? И вопросы мне, честно, очень понравились. Они такие калерзные и интересные, как я люблю. Готовься, дорогая. Только из своего инстаграма взяла. Тебя не будешь использовать? Ну, возможно, тебе тоже. Да, ну давай, давай. Если видео получится коротким, я использую ещё и вопросы из Фатиного инстаграма. Ну, в общем. Крали ли у тебя деньги? У меня лично нет. У меня было такое, честно, очень печальный случай. Ко мне один раз пришла с ночёпкой одна моя знакомая. Вау. Да, реально такой был. Я ей показала кошелёк, в котором у меня было 100 рублей на тот момент. На тот момент 100 рублей – это как сейчас 100 монат, вот так скажем. Давно было это. И получается, каждый раз, когда папа возвращался с поездки, он мне давал 10 рублей, и я ковала в этот кошелёк. И ты понимаешь, знала только я и только она. И вот в тот день, когда она уехала от меня, кошелька тоже больше не было. Ни кошелька, ни денег. То есть я не хочу наговаривать, но факт такой вот был в моей жизни. И я никому об этом не рассказывала, дабы не хочу обвинять людей, если я не знаю, кто это сделал. Но дома были я, она и моя мама втроём. Она уехала, денег больше нет. Был такой красный кошелёк, на нём было написано «СМАК», как сейчас помню. Вот. И это у меня отложилось в голове. И после этого я с этой девушкой перестала общаться. А кем она тебе приходила? Она очень дальняя моя родственница. Ну давай не будем вдаваться в подробности, возможно она смотрит и она знает про это. Я считаю, что просто нужно ограждать себя от таких людей и всё. Такие люди они есть, и это не секрет. Было ли такое, что подписчики заходили слишком далеко? У меня было такое, что подписи-то зашла в мой прямой эфир, обрыгала меня матом, очень нехорошим словом, самым последним словом, которое только можно сказать девушке. Да, потом я зашла, увидела, что это ребёнок какой-то. Я просто в шоке была. Я тогда ещё первый раз сидела в прямом эфире, когда у меня уже много подписчиков было. И такое, да. И да, я была в шоке, но потом я уже привыкла так периодически делать. Главное, у меня сейчас закрыт инстаграм, но я просто всех принимаю, понятно, но подписываются те, кто реально хотят подписаться, правильно? Поэтому человек подписался, намеренно сидел там, чтобы выжидать, когда будет возможность написать гадость. Нет, мне кажется, дело не в этом. Мне кажется, гадости пишут те подписчики, которым мне хватает внимания. Иногда я замечаю себя в директе, человек пишет, пишет, пишет мне что-то приятное, я не отвечаю, а потом человек начинает меня оскорблять. Ну, не понимаешь, что у вас 25 тысяч, например, или 100 тысяч, а ты одна, например, у тебя еще есть работа. Люди обижаются, начинают потом тебя оскорблять и так далее. Я понимаю, что это, скорее всего, дети и люди от нехватки внимания, но все же. Я лично, например, да, у меня есть блогеры, которые мне нравятся, я вообще стесняюсь что-то написать. Максимум я могу реакцию, какой-то смайлик отправить. Потому что я не жду ответа, просто я иногда пишу комментарии, когда мне что-то нравится. Следующий вопрос. Ругалась ли когда-то с Фатей? Ой, какой это секрет. У меня на канале есть отдельное видео. Да, мы ругались с Фатей, и это был продолжительный период, но сейчас мы вместе. И мне кажется, это как-то спасило нас. Теперь мы когда что-то говорим друг другу, мы думаем, боимся обидеть друг друга. Мяу! Поглади меня, да, 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 вот уже здесь, пожалуйста. Я вырежу, что ты погладишь. Как я люблю это все. Ну, в общем, самое главное, что мы больше не ругаемся, мы вместе. И не касаемся микрофона. Она запарила меня с микрофоном. Она как подписчики мои, вы тоже не любите, когда что-то шум шум шум. Я за что-то беспокоюсь. Мои подписчики даже не обращают на это внимание, только я вручу. Следующий вопрос. Сделала комплимент человеку, который тебе не нравился. Я очень прямолинейный человек, и вы знаете, если вы не работаете, вы устроитесь на работу в какую-то большую компанию, вы увидите, как люди могут за спиной друг друга обсирать. Например, девочка вот только что при тебе говорила, что какой у нас босс, придурок, идиот, он не разбирается. Он не разбирается в логистике. А потом приходил босс, и она такая, вам так идет этот костюм. Да и меня честно поражало, как можно быть настолько двуличным человеком. И я очень рада, что я больше не работаю там. Я заблокировала всех своих бывших коллег. Но реально, эта строительная компания, в которой я работала до этого, реально, там люди были настолько двуличные. Элементарно, я хочу пойти на обед, вот просто пример. Я хочу пойти на обед, и моя коллега мне говорит, что босс еще не ушел на обед, давай после него пойдем. Я говорю, почему, если мне выделили время, например, час на обед, почему я не имею права пойти? Она говорит, надо делать видимость того, что я работаю. Я думала, нет, в конце, может, месяца надо делать вывод о том, кто сколько работы проделал, а не делать видимость, что ты всегда за компьютером. Да, что ты отказываешься в человечестве. Да, ты не можешь пойти покушать, просто потому, что босс еще там, а ты хочешь показать себя только таким трудолюбивым человеком, понимаешь? В общем, такие вещи, мне, честно, до тошноты, вот прям, я не могу. Забывала телефон или драгоценности в магазине? Да, ой, ребята, со мной, Азиас, вообще такая ситуация была, я не просто забыла, я случайно взяла чужой телефон еще в предыдущем, я вовремя спохватилась и вернулась, это было так стрёмно. Слушай, где ты его взяла? Просто я на виду, у меня такая привычка дурацкая есть, я когда бываю у кассы, например, я кладу свой телефон туда и кошелек. Это очень плохая привычка. Очень плохая. А в этот раз я этого не сделала, другая девушка взяла, положила свой телефон, а я подумала, что это мой, и чтобы ничего не забыть, взяла, все там похватало, с кошелек вместе с телефоном. Оказалось, телефон не мой. Я иду и обнаруживаю, что у меня телефон слишком большой в руке. У меня тогда был айфон, а это был Samsung какой-то из больших таких, я не очень не упиралась в Samsung. В общем, и я смотрю, у меня два телефона, один звонит в заднем кармане, а другой вообще не мой. И тут менты пришли, связали патию, отправили в КПЗ. Я вовремя спохватилась, раньше, чем эта девушка заметила, побежала и вернула ей телефон. Мне так страшно было, что реально, если она впервые заметила бы, как бы я доказала, что... Ты нечаянно сказала, действительно, вот так вот сажают невинных людей. А у меня была такая ситуация, я была в Нью-Йорке, причем, знаешь, Нью-Йоркер все всегда возвращает. Я нечаянно оставила свой кошелек на кассе, вот. И я целый день потом, следующий день, никак не могла найти свой кошелек, и я не могла просто представить, что я могла его оставить там на кассе. Я просто чисто случайно решила зайти в Нью-Йоркер и перепроверить, возможно, мой телефон, ой, мой кошелек там. И оказалось, что действительно это так. Когда они мне сказали, что какого цвета у вас кошелек, я подумала, что да, он здесь, ура, действительно, была крупная сумма денег в кошелке, потому что я получила зарплату. Мама, вообще, все мы там начали. Лангет, лангет, прям сейчас. Мама старается, моя мама тоже себя старается для моего канала. Ну, в общем, мне вернули мой кошелек, и я даже очки забывала в Нью-Йорке, они все возвращают, и я пошла купила шоколадку. Следующий вопрос. Скрывали что-нибудь в магазине? Что? Да, давайте обойдемся без грязных подробностей. Это было давно. Жвачка в магазине не считается, краш. Ты меня узнаешь лучше не только подписчики, теперь задумайся. Нужно бы теперь со мной дружить. Было ли такое, что оплатила за парня в ресторане? За кого? Когда это было, расскажи. По дружески. Да, у меня такого не было. У меня пару раз в основном оплате. Обычно наши одногруппники, даже если это не молодой человек твой, все равно они как бы закрывали счет, и в этом плане нам очень повезло с одногруппниками. Вот никогда не было такого, да и с парнем каким-то альфонсом, я тоже, к счастью, не встречалась. Не было такого. А было ли стыдно друг за другом? Я шучу. Обойдем же без подробностей. Было тебе за меня стыдно? Когда вы все... Я говорила тебе. Когда? А, ладно. Нет, мне не было, я горжусь партией, она моя подруга, и что я парня тоже горжусь все равно. В целом. Отправляла сообщение не тому человеку. У меня постоянно, так? Я всегда не туда отправляю. У нас на работе так уволили одного человека. Да ладно, за что? Он сказал кое-что про одних людей, он думал, что он в личку кому-то посылал. Отправил в группу? В общую группу, где все и начали. У меня часто такое бывает. Один раз я... Грешок такой, мне пришли установить... Я не помню, то ли... А, вспомнил. Комби почистить. Здесь пришли два парня, и получается, что у меня был их номер, потому что по WhatsApp я ему отправляла фотографии комби. Комби это отоплительная система дома, кто не знает. Но это типа, чтобы батарея работала, чтобы была горячая вода, газ садила. Ну, в общем, и так получилось, что я обложку своего видео отправила ему. Хотела отправить маме. Чего она жрет? Так, где я? Вот так вот, я на этот парень показываю. Чем она занимается? Чем она зарабатывает на жизнь? Ему даже интересную камеру. О-о-о! А потом, когда пришла эта фотография, где я там разделываю, не знаю. О-о-о! 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 Как ненормально! А потом, господи, чем она зарабатывает на жизнь? Сидит, ест, не так, да? Нет, мне кажется, он не понял, что такое мукпанк. Я вообще не понял, что это фотография, а чокнутая она ест. Наверное, она хотела подкатить ко мне, да? Сидит, ест и фоткает еще. В общем, на этом все. Я думаю, что столько вопросов достаточно. Обязательно подписывайтесь на эту красотку. Подписывайтесь на меня. Подписывайтесь на нашу инстаграм. Будет очень приятно. Спасибо, что были с нами. Да. Ставьте лайки, и мы будем снимать для вас больше контента совместно. Я знаю, что вы так любите. Ждете. Тряхнем стариной, как говорится. Да. Как раньше. Всем желаю удачного дня. Пока.